Здравствуйте дорогие зрители, с вами канал FFDO TV и сегодня гостем Федерации Футбола Днепропетровской области стал тренер команды АТБ Подольский Станислав. Здравствуйте, расскажите для начала, как давно уже работаете с командой в статусе тренера? Уже, наверное, лет 10, это мой самый первый воспитанник, который взял в 2008 году, но это уже 10 лет я с ними. Сколько, то есть, команда существует 10 лет, да, вы из самого ее основания работаете? Кому принадлежит вообще идея создания команды? Ну, это была совместно моя идея и такой тренер Матюшкин Владимирович, мы вместе занимались, ну, я у него занимался, как игрок, как воспитанник. И потом, когда выпустился уже, по протяжении своей какой-то карьеры, начал помогать ему и так получилось, что я набрал потом сам своих детей и вот эту команду. И получилось так, что мы организовали эту команду. А изначально она называлась АТБ режимом? Нет, ну, мы сначала просто набрали, как бы, на базе США, а потом уже у нас, получается, что появились очень хорошие спонсоры, да, и нам на протяжении уже 10 лет нам помогают. А сильно ли изменился состав команды с того момента? Ну, костяк основной, как бы, процентов 60-70, все те же, которые были в самом начале. А помните ли первый матч команды? В чемпионате города по мини-футболу? Не, не обязательно, в принципе, как только составилась команда, какой это был. Когда это? О, это, наверное, было где-то в 2013-2012 год мы первый раз участвовали в чемпионате Украины по мини-футболу. Да, мы первый раз там заняли место пятое, по-моему, это было в Шостке. А потом мы уже стали призерами, третье место заняли, по-моему, в Лисичанске. Да, Лисичанск, по-моему, там это было. Это главное достижение вашей команды? Такое самое большое? В 2000 году это какие-то победы? Ну, пока, да, наверное, самое главное. Не, ну, у нас с этой командой мы участвовали не только в мини-футболе, мы участвовали и в международных соревнованиях. В Италии в 2013 году мы выиграли там международный турнир «Комет» в Италии. То есть очень хороший турнир был, то есть нас пригласили. Второй раз поехали мы туда. На второй раз нам удалось взять кубок. А есть ли в вашей команде лидер на поле, из-за его пределами? Ну, сейчас, конечно, там есть у нас пару лидеров, которых мы там взяли, взрослых ребят, которых я очень хорошо знаю. И вы, наверное, всех знаете. Там Алексей Бережной, Сережа Чеботарев. Я думаю, если бы он сыграл бы, у нас бы результат был бы другой, мы боролись бы где-то там, ну, не говорю, что за тройку, но в середине бы там крепко держались. И стал бы, наверное, лучшим бомбардером, потому что он там меньше игр сырал и очень много голов забыл. Ну, а так и ребята очень за последнее время прибавили. То есть оценка там таких людей, как Саша Кабаненко для меня очень важна. Он сказал, что после первого круга ребята очень прибавили, стали их чуть огрызаться, то были как котята какие-то, а сейчас посерьезно. То есть, ну, я скажу так, мы ни одной игры так вроде бы не проиграли там в частую, чтобы нас там сильно обыгрывали. То есть, да, там есть какая-то у нас неопытность, это свойственно детям, ну, все за счет практики. Вот вы сами, да, заговорили за чемпионат области. Только из-за недостатка опыта ваша команда все-таки не смогла подняться. Ну, сейчас вы заняли седьмое место, но хотя последние игры вы всего лишь в один мяч уступали своим соперникам. Ну, это так, это так и есть, да, за счет нехватки опыта. Потому что в первой лиге ребята играют, ну, все уже видели этот мини-футбол, много играют. То есть, ни одной команды такой вроде бы как нету таких 17-летних. То есть, я думаю, если бы были наши ровесники, безупречно, мы там только за первые места боролись бы. А тут, ну, задача была, понятно, что мы хотели попасть в призеры, хотели очень и своему руководству показать, что вот. Ну, опять же, если там футбольные люди будут смотреть, они прекрасно поймут, что команда паралисирует с каждым годом. Мы в том году играли, по-моему, или позапрошлом в третьей лиге, там, где ветеран. Ну, там неинтересно было, как бы, чуть не тот уровень футбола. Здесь уже приближенный к той же суперлиге. Есть такие команды, как Атлетик, тоже ДДХ. Там, ну, практически все команды похожи к уровню суперлиги. И, опять же, повторюсь, мы ни одной игры как бы не проиграли вчистую, чтобы нас там просто переигрывали. Мы там, да, какие-то там наши ошибки. То в один мяч, то мы пойдем там в пятого, как бы. Неопытность, но пробуем. Опять же, тут все за счет практики. Я думаю, в следующих сезонах мы будем уже очень уверенно бороться за призовые места. 17 марта прошел второй квалификационный раунд по городу, где АТБ принимают участие. И вы также вышли на поле вместе со своими подопечнями. Почему так решили? Как-то не только за пределами поля. Ну, мне, как бы, была мечта раньше, ну, вообще, как бы, играть со своими воспитанниками. То есть, вот так и получилось. Мы играем на большое поле тоже, там, на клубке Шнедерман, на чемпионате города. Участвуем на чемпионате города по первой лиге на большое поле. То есть, это для меня, как бы, отрада. Мне очень приятно, что вот я, как бы, воспитал и с ними, там, этот... Честно, получаю удовольствие. Да, там, бывают у нас какие-то ошибки. Это свойственно им, ну, всем игрокам. Особенно молодым. Ну, так вот получается, что я... Тут мои, как бы, и друзья, которые, там, за нас играют. Леша Бережной, там, Сергеевич Патарев, там, Володя Добреля. Ну, не было Аксена Михайловича, Маркова. То есть, ну, у нас очень хороший коллектив и приятно играть в таком коллективе. Нигде не хотел, потому что очень много отдал, как бы, за ДКМ. У нас там, так получается, что мы распались. Ну, сыграл за АТБ. Вы сыграли... Вы играли против команды Кипсавод номер 10. И вы играли со счетом 2-1. Причем, второй гол, как бы, вы, ну, очень долго не могли забить. Почему такой результат? Потому что все-таки все ждали, как-то, более уверенные ваши победы. Да, спасибо большое. Ну, команда Кипсавод номер 10, по-моему, они участвуют, не знаю, в какой лиге, но они там, или по ветеранам, да, по-моему, они выступают. Ну, могу вам дешно сказать. Ну, как там Алексей Бережной перед началом игры сказал, что ребята очень крепкие. Ну, я их знаю всех прекрасно, ну, визуально, некоторых так пофамильно. Они очень долго играют мини-футбол. Ветераны, они очень грамотно оборонялись. Очень тяжело было взломать эту оборону, потому что, ну, действительно, очень хорошо оборонялись. То есть, шансов, как бы, у них таких там, чтобы не было выиграть, ну, мы владели, наверное, мячом, не знаю, процентов 90. Ну, вот просто за счет какой-то неопытности еще молодых ребят, что вроде бы как движения было, но не хватило. Ну, это футбол, как бы, слава Богу, что мы там забили этот рывок. И прошли дальше. Прошли дальше, да. И вот вчера как раз состояла жеребьевка уже одной восьмой кубка города, и вы снова встретитесь с Эмингой, у которой вы на чемпионате области не смогли все-таки выиграть. Один матч вы проиграли, второй сыграли ничью. Как оцениваете свои шансы? Шансы равны. Я не буду говорить, что там, кто тут фаворит или кто не фаворит. Шансы равны. То есть, опять же, с этой командой мы играли, будем играть. Я думаю, с любой командой, как бы, будем стараться играть в футбол. Нам интересно играть с такими командами. То есть, очень хорошая команда. Хорошие молодые ребята, чуть постарше наших. Ну, опять же, мы там им не проиграли, даже в первом круге мы им там не проиграли вчистую. То есть, опять, там какие-то были стечения обстоятельств. Из-за неопытности молодых ребят мы проиграли. Тут вот последняя игра, по-моему, ничью, да, мы с ними сорали. Ну, опять, чуть-чуть уже не хватило, но уже были рядышком. Ну, а шансы равны, конечно. Да. А планируете ли принимать участие на весеннем и летнем чемпионате по мини-футболу? Да, планируем, но тут просто у нас, как бы, Заводск, у нас надо доиграть эти чемпионаты города, Шнейдермана. Ну, в принципе, планируем, да. А в какую лифу собираетесь заявляться? Ну, пока, наверное, здесь. В первой лифе? Да, пока в первой лифе. А какие вообще планы команды на будущее? То есть, какие главные цели? Ну, если костяк сохранится, ну, только участвовать во всех соревнованиях, которые будет проводить федерация футбола. Ну, дай Бог, чтобы у нас спонсор с нами также и продолжал нам помогать. То есть, ну, мы только за, будем участвовать. А собираетесь ли играть путь непосредственно за команду? За ТБ? Да. Ну, не знаю. Хочется, понятно, что поиграть где-то в Суперлиге. Просто у меня есть, как бы, свои, там, потусторонние, как бы, там, есть сборная, как бы, сейчас буду уезжать, вылетать. То есть, мне, как бы, в принципе, не будет. Но так, пока ничего не могу сейчас сказать. Ну, и, напоследок, вопрос, который интересует многих. Вы на протяжении многих лет даже играли за команду ДКМ. Но в этом сезоне, в середине, точнее, сезона, команда прекратила свое участие и, в общем, прекратила свое существование. Можете ли как-то это прокомментировать, объяснить, почему? Ну, изначально-то сезон команда начинала с хорошим составом. Ну, очень много хороших игроков собрали. Ну, это, наверное, вопрос не ко мне, а к руководству. Но то, что у нас, как бы, были задачи очень амбициозные, выиграть чемпионат города, суперлиги, достойно выступить в Кубке Украины по мини-футболу. Ну, так, как получилось, это жизнь, это бывает. Ну, опять же, на этот вопрос я не отвечаю. Это ответят, там, руководство. Им, как бы, обидно, досадно, но жизнь продолжается. Работаем дальше. То есть, ребята понаходили себе команды. Да, ну, у нас очень коллектив такой был, что костяк, не знаю, уже лет, так, пять-шесть все в одном обойме, там, добавились один-два человека, как бы, и они влились очень хорошо. То есть, ну, жалко, что так получается. Но это футбол сейчас в такое время. А есть ли уже какие-то предложения от команд Суперлиги? Ну, есть, но, опять же, это, ну, я пока. Понятно. Спасибо вам большое за ответы. Пожалуйста. С нами сегодня был тренер команды ТБ Подольский Станислав и канал FFDO TV. До скорых встреч. Спасибо, до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok